Как правильно устанавливать колосниковую решетку в дровяную печь? Вот так или вот так? Какой стороной все-таки положить ее в топку? Я недавно задался этим вопросом и сделал для себя однозначный вывод, которым я хочу поделиться с вами. Я посмотрел разные видео, почитал статьи в интернете и понял, что все-таки нужно устанавливать колосник вот этой выпуклостью вниз. Давайте теперь разбираться, почему я так считаю. У колосника вот эти отверстия, они сделаны вот с этой стороны, где выпуклая часть, они более широкие, чем вторая сторона. Они идут на сужение вот здесь. То есть, когда при горении образуются уже угли, они попадают вот в эту широкую часть колосника и здесь остаются. Я уже с этим столкнулся. При первом же обжиге печи я эту проблему увидел. Вот эти отверстия просто забились углями. А если повернуть колосник, то все прогоревшие угли, они вот если здесь прошли, вот здесь вот в узкой части, то в широкой все просыпется без проблем. И, соответственно, в этих отверстиях не будет ничего застревать. Второй момент. Колосник выполняет еще две важных функции. Он разделяет топку с зольным ящиком. И, соответственно, благодаря этой решетке колосниковой идет подсос воздуха. То есть, через нее воздух проходит через зольный ящик и проходит уже в топку печи. Получается, что раздув воздуха идет мощнее, больше, сильнее, когда мы устанавливаем колосник вот этой стороной. То есть, узкая сторона сверху и воздух, когда затягивается, здесь раздув идет больше, то есть, ну, понимаете, да, чисто физика. В печке есть вот такие скосы, благодаря которым дрова и угли скатываются сюда, ближе к центру. То есть, они концентрируются к центру, к зольному ящику, и сюда все сыпается. Соответственно, когда мы колосник устанавливаем вот так, то есть, выпуклой частью вверх, дрова и угли, если будут скатываться, они упрутся вот в этот колосник. Вот здесь. Они не пройдут, не скатятся в центру. А если мы привык перевернем, оп, все, таких проблем не будет. Дрова сюда скатываются, все концентрируется в центре, и никаких проблем нет. Плюс я еще выяснил, что колосник нужно вот укладывать, желательно, ну, с расстоянием от, вот давайте покажу ее, с расстоянием до вот этих вот, до печи. Там где-то минимум 5 миллиметров нужно, потому что при горении металл расширяется, и если будут колосники к печке прилегать плотно, то это может вызвать проблемы. То есть, возникнуть деформации металла. Поэтому колосник нужно вот класть с зазором. Исходя из этих трех моментов, которые я сказал, я однозначно делаю вывод, что буду класть колосник в печь вот таким образом, то есть, ровной частью наверх, а выпуклой вниз. Единственный момент, я так и не понял, почему его делают вот таким овальным, треугольным. Вот это я не нашел однозначного ответа. В основном ответы такие. Это же чугун, и его легче выливать вот именно в таких формах. Поэтому он более прочный получится и более надежный. На мой взгляд, чем толще, тем лучше. Если бы его сделали ровным, то колосник получился бы более тонким. Вероятно, у такой конструкции еще есть какие-то задачи, но я о них не знаю. Вот я так и не понял, почему именно вот треугольные формы. Ну, там есть разные вообще колосники, но вот я конкретно имею в виду вот эту модель. Напишите в комментариях, если вы знаете, будет интересно почитать. Может, наконец-то найду и ответ на этот вопрос. Ну, на этом все. Пишите, как вы используете колосники, почему вы кладете вот той или иной стороной. Все. А кому понравилось, ставьте обязательно лайк, подписывайтесь на канал. Это у нас вторая печка. Я о ней скоро выпущу обзор. Так что у нас продолжается установка дровяных печей. Теперь мы ставим в летнюю кухню. Во всем об этом будет в следующих видео.